Здравствуйте, я вас снова приветствую, с вами Константин Евгеньевич, мы продолжаем с вами решать задачи уровня 7 класса по теме момент силы условия на весе рычага. Итак, давайте рассмотрим несколько следующих задач. Задача 25.46. Условия перед нами. К концам горизонтального рычага приложены, направлены вниз силы 12 Н и 8 Н. Точка опоры находится на 5 сантиметрах ближе к одному концу рычага, чем к другому. Какова длина рычага, если он находится в равновесии? Давайте попробуем записать условия этой задачи, сделать рисунок и решить ее, соответственно. Из условий мы видим, что нам известна величина обоих сил и известно, насколько был сдвинут рычаг относительно положения середины. При этом длина рычага неизвестна, ее надо найти. В условии запишем. Значит, L- Это длина рычага, знак вопроса. Известна нам сила F1, равная 12 Н. Также нам известна сила F2, равная 8 Н. Сделаем рисунок, изображающий эту ситуацию. Вот это наш рычаг. Давайте мысленно представим, что мы его разделили пополам. Так вот, теперь относительно этой середины, его сдвинули еще на 5 сантиметров. И вот опора теперь находится вот здесь. А это расстояние я обозначу за X. Вот это вот расстояние между O и пунктирной линией, это X. Насколько он сдвинуто. А нам необходимо найти L. L это вся длина этого рычага. Это будет L. При этом здесь мы изобразим силы, которые действуют на рычаг. Ну, очевидно, что здесь меньшее плечо, и здесь будет действовать большая сила. Это сила F1. А здесь плечо L1. А со стороны плеча L2 действует сила F2. Она меньшая по величине. Не забываем надо F ставить знак стрелочки. F величина векторная. Сила величина векторная характеризуется точкой приложения, направлением, которое стрелочка обозначается, и модулем, который характеризуется длиной этой стрелочки решения. Начнем мы с известного нам условия верновесия рычага. Оно заключается в следующем. С произведения силы первой на плечо L1 равняется произведению силы второй на плечо L2. Теперь давайте посмотрим, чему у нас равняется L1 и L2. Если общая длина это L, половинка это будет L пополам, и L1 равняется половинка от L плюс X. Запишем это в уравнении. То есть мы так и напишем F1 умножить. А вместо L1 запишем. Это получается L разделить на 2 плюс X. Нет, не плюс, здесь минус, потому что мы сдвинули относительно опор на X. Опор относительно середины плеча, середины рычага. С правой стороны у нас получается F2 умножить на L пополам плюс X. То есть L2 это большая величина. Видите, здесь меньше очевидная величина, а здесь большая. Напоминаю, что нам надо найти L. L находится внутри этих скобок, поэтому нам необходимо поступить следующим образом. Мы должны раскрыть эти скобки, дальше привести подобные, то есть сделать некие логерические преобразования и получить ответ. Давайте раскроем скобки. Мы получим следующее. F1 умножить на L, а 1 вторую я вынесу вот сюда множителем. 1 вторая F1 на L минус F1 умножить на X равняется. Здесь раскрываем скобочки. 1 вторую вынесу вперед множителем. 1 вторая F2 умножить на L плюс F2 умножить на X. Видите, мы раскрыли скобки и получили вот такое выражение. Теперь нам необходимо сгруппировать вместе те слагаемые, где присутствует множителем L. Это подчеркнутые мной слагаемые. Их необходимо собрать в одной части уравнения. Я предлагаю их все собрать в левой части уравнения. То есть нам необходимо перенести вот это слагаемое в левую часть. При этом перед ним поменяется знак из положительного, из плюса, превратится в минус. Получается 1 вторая F1 L минус 1 вторая F2 L равно. Здесь у нас при переносе получается F1 на X плюс F2 на X. Мы вынесем общий множитель за скобочку. В левой части этим общим множителем является 1 вторая L. 1 вторая L. А внутри скобки остается F1 минус F2. Такая скобка является положительной, так как мы видим, что первая сила больше второй силы. То есть в целом левая часть имеет знак плюс. Это положительная величина. Здесь мы за скобку вынесем X. X умножить на F1 плюс F2. Теперь из этого получившегося уравнения нам необходимо найти L. Мы видим, что L находится в левой части. Нам мешает здесь множитель 1 вторая и скобочка F1 минус F2. Для того, чтобы выразить L, мы разделим правую и левую часть всего уравнения на скобку и на множитель 1 вторую. И получим следующее. Я запишу рядом. L равняется знак дроби. То, что было в правой части, так и остается здесь. X остается в числителе F1 плюс F2. F2 мы должны разделить на скобочку F1 минус F2. И должны разделить на 1 вторую. А разделить на 1 вторую это то же самое, что умножить на 2. Поэтому двойка отправляется у нас в числитель. Получилось вот такое выражение. И теперь мы готовы сделать с вами расчет. Обратите внимание, что в условии задачи я забыл записать численное значение X. Давайте вернемся. То есть в задаче сказано, что сдвиг на 5 сантиметров был. Вот он, 5 сантиметров. Поэтому здесь я запишу в условии задачи X равняется 5 сантиметров. Ну, как вы думаете, что мы можем перевод в систему C не выполнять? То есть если у нас X задан в сантиметрах, то и мы L тоже получим в сантиметрах. Давайте посмотрим, что у нас получается. 2 умножить на 5 сантиметров умножить на 12 ньютонов плюс 8 ньютонов. Очевидно, что здесь будет в скобочке 20 ньютонов. Внизу в знаменателе у нас получается 12 ньютонов минус 8 ньютонов. Это очевидно будет 4 ньютона. Получается 2 умножить на 5. Это будет 10. Единица измерения сантиметра остается на 20 ньютонов. Разделить на 4 ньютона. Мы можем сократить здесь. Во-первых, у нас сокращается единица измерения ньютона. Сантиметры остаются. Значит, ответ будет в сантиметрах. И дальше мы можем сократить 4 и 20. В числителе будет 5. Соответственно, 5 умножить на 10. Получилось 50. И единица измерения сантиметр. Теперь смотрите. Теперь, когда нам известна вся длина, мы можем легко определить, например, длину каждого из плеч. То есть L1. L1, например, как мы с вами сказали, что это половина всего рычага. Плюс X. А половина от 50 это 25. И 25 плюс 5 получается 30. 30 сантиметров. Ну а второе плечо можно найти двумя способами. Это либо из общей длины. Из 20 вычесть 30 и получим 20. Либо также вот написать L2 минус X. То есть половина от 50 и 25. И 25 минус 5 получилось 20. Оба способа дают один и тот же результат. И подтверждает, что мы были правы. Мы решили с вами эту задачу. Давайте идем дальше. Посмотрим следующую задачку. Задача 25.47. Более интересная задача. Чтобы измерить массу линейки, на один из ее концов положили груз массой 30 грамм. И начали выдвигать этот конец за край стола. Линейка находилась в равновесии, пока ее не выдвинули на четверть длины. Чему равна масса линейки? Ну и дальше дополнительный вопрос, насколько можно было бы выдвинуть линейку, если бы масса груза была 15 грамм. Считайте, что сила тяжести линейки приложена в ее центре. Обратите внимание, интересный способ найти массу рычага, в данном случае линейки, не используя никаких весов, а используя всего лишь какую-то гирьку известной массы. Давайте попробуем решить эту задачу. Мы перейдем к области решения. Я сделаю необходимые, запишу необходимые условия. Значит, нам необходимо найти массу всей линейки. Давайте обозначим там M0, например. M0-знак вопроса. И нам известна масса грузика. Я даже не буду пока переводить систему СИ, так и оставлю здесь 30 грамм. Сделаем поясняющий рисунок. Итак, представьте, что у нас есть край стола. Вот у нас стол. Я штриховкой его обозначу. Здесь находится линейка. При этом линейку расположили таким образом, что 3 четверти линейки находятся на столе, а четверть линейки выступает за оба стола. И вот здесь находится какой-то груз. Масса этого груза M1. И вот в этот момент в дальнейшем условия равновесия нарушается, если чуть-чуть буквально на долю какую-то сдвинуть линейку дальше, вправо, то она потеряет состояние равновесия и упадет вниз. Мы легко можем такой опыт сделать с линейкой и сами на столе. Здесь при этом точка O находится вот здесь. И давайте мы изобразим силы, которые действуют на линейку. Справа на линейку действует вес груза. Обозначим это F1 со знаком вектора. А слева действует сила тяжести самой линейки. Если линейка однородна, то сила тяжести приложена к центру, к геометрическому центру линейки. То есть вот здесь где-то мы обозначим. Значит здесь надо обозначить FFT. Если длина всей линейки L, всей линейки L, тогда сила тяжести приложена на расстоянии L пополам. Вот край линейки. И теперь мы можем записать условие равновесия. Решение. Оно заключается в следующем, что давайте обозначим здесь еще необходимую длину плеч. L1, а здесь обозначим L2. L1 расстояние от точки O до направления действия силы F1, а L2 это расстояние от точки O до направления действия силы тяжести. Над ней тоже не забываем ставить знак стрелочки. Решение. Условие равновесия заключается в следующем. F1 умноженное на L1 равняется Ft умноженное на L2. При этом мы знаем, что сила тяжести в линейке находится как произведение ее массы, но скорее не свободного падения. То есть можно записать следующим образом. здесь будет M1 на G, где G ускорение свободного падения на L1 равняется M0 на G и умножить на L2. Мы видим, что в этом уравнении сокращается правая и левая часть ускорения свободного падения. получается следующее выражение M1 на L1 равняется M0 на L2. При этом надо разобраться с соотношениями L2 и L1. у нас получается следующая ситуация. Что по условию было сказано, что L1 равняется 1 четвертой от L общего. Давайте посмотрим. В условии это сформулировано следующим образом. линейка находилась равновесие, пока я не выдвинул на четверть длины. На четверть длины. Дальше. А L2 находится следующим образом. Как мы с вами выяснили, что положение центра тяжести линейки находится на середине ее длины. Соответственно, L1 плюс L2 L1 плюс L2 равняется 1 второе от длины линейки. Но при этом мы видим, что L1 равняется 1 четвертой от длины линейки. Отсюда следует, что очевидно, что расстояние от точки О до точки приложения силой тяжести линейки равняется тоже четверти. Именно в таком случае у нас выполняется это условие. Давайте теперь дальше запишем. Вернемся к нашему исходному условию равновесия. У нас получается 1 четвертая M1 умножить на L равно 1 четвертая M0 умножить на L. В правой левой части сокращается 1 четвертая сокращается L и мы с вами получаем, что M0, то есть масса линейки равняется M1. То есть я 30 грамм. Дальше в условии сказан, в условии задачи задан следующий вопрос. А насколько можно было бы выдвинуть линейку, если бы масса груза была бы 15 грамм? Да, кстати, то, что сила тяжести линейки приложена в центре, тоже сказано в условии. Итак, что будет, если масса теперь 12, 15 грамм? Запишем. M2 равняется 15 грамм. Я сделаю еще один рисунок. Очевидно, что теперь линейку можно выдвинуть дальше. на какое-то неизвестное расстояние, но уже куда-то дальше. Вот это вот край стола, на котором лежит линейка. Здесь находится груз. Теперь уже M2. Обозначим здесь центр линейки. Здесь обозначим точку O. Центр линейки можно буквой C обозначить на первом и на втором рисунке, кстати. Но здесь уже рисунок загружен, не будем его дальше загружать. Здесь у нас действует сила F2. Это вес груза M2. А здесь действует сила тяжести линейки. Я говорю в первом случае про вес, потому что груз действует на линейку. А здесь говорю про силу тяжести, потому что здесь действует именно она. со стороны земли происходит притяжение линейки к земле. Здесь мы можем теперь записать следующее. То есть положение груза мы обозначим, например, точкой A. Мы можем при этом записать, что AC равняется 1,2 от L. Это очевидно, что центр линейки находится на расстоянии половины длины от края. И это, в свою очередь, равняется сумме L1 плюс L2. То есть сумма плеча первой силы L1 и второй силы равняется половине длины линейки. Значит, сила тяжести, умноженная на L1, равняется F2, умноженная на L2. Это условия равновесия. Дальше получается, мы массу линейки теперь уже знаем. Это 30 грамм. А необходимо нам найти L2. Давайте посмотрим, что у нас с вами получается. М0 на G умножить на L1 равняется М2 на G умножить на L2. В правой левой части мы можем сократить на ускорение свободного падения. Получается выражение M0 умножить на L1 равняется M2 умножить на L2. Я запишу это здесь, чтобы мы перед глазами видели сразу все наши уравнения. Если вы не успеваете их записывать. Тогда получается отношение, что, например, L1 относится к L2 как M2 разделить на M0. это получается 15 грамм разделить на 30 грамм. Грамм сокращается 15 к 30 получается 1 вторая. То есть это значит, что L2 равняется 2L1. 2L1. Но при этом мы записали с вами, что в сумме выполняется вот такое вот условие. Давайте запишем 1 вторая L длина всей линейки. Кстати, мы не знаем длину всей линейки. То есть мы в относительных каких-то единицах делаем. То есть на сколько она выдвинута. То есть на какую долю. Значит L первая плюс вместо L2 подставляем 2 на L1. Получилось 3L1. Итак, 3L1 равняется половинке от L. отсюда L1 отсюда L1 равняется. Надо правую и левую часть разделить на 3. Ну, это получилось L1. Напомню, что L1 на рисунке это расстояние от края стола до центра тяжести. а L2 точка запятую здесь поставим L2 равняется здесь у нас написано что это 2 умножить на L1. Значит 2 ну, то есть L разделить на 3. То есть в данном случае что L2 равняется 1 и 3 от длины. То есть видите при уменьшении массы мы можем линейку чуть дальше выдвинуть. То есть в первом случае она была выдвинута на четверть своей длины. То во втором случае при меньшей массе груза ее выдвинуть теперь уже на треть. Вот такая вот задача. Давайте попробуем решить следующую задачу. Мы перейдем к задачнику. Задача 25.48 25.48 Брусок массы 6 кг нужно опрокинуть через ребро О рисунок показан. Найдите необходимую для этого силу F если ширина бруска 50 см а высота 75 см. Давайте перейдем к решению этой задачи. Итак из анализа мы видим что вам известна масса бруска мы видим положение ребра точки через которые мы опрокидываем и известна ширина и высота ее. Это достаточно большой брусок 50 на 75 см можете себе мысленно представить да то есть даже рисунок в принципе выполнен не в правильном масштабе потому что высота 75 и 50 относится как 3 к 2 то есть полтора раза больше высота чем ширина ну а здесь вот как-то в другом обозначено перейдем к решению значит мы знаем с вами что масса бруска 6 килограмм нам необходимо найти силу F F знак вопроса при этом нам известно высота бруска высота у нас составляет 75 сантиметров а ширина но давайте обозначим буковкой а составляет 50 сантиметров сантиметров пока не будем делать перевод в систему Си посмотрим есть ли в этом необходимость я изображу поверхность на ней находится наш брусок вот это тело значит и изобразим силу которая на нее действует к центру тяжести привозного сила тяжести Ft я обозначу здесь c вот здесь у нас точка у относительно которой будет переворачивание происходить ну и какая-нибудь точка а которой приложена сила F которую мы и должны с вами найти ну давайте теперь попробуем обозначить здесь плечи очевидно что у силы F плечо будет равняться высоте вот я даже обозначил зеленым цветом на рисунке перпендикуляр я обозначил наикратчайшее расстояние между направлением действия силы вот оно обозначено зеленым пунктиром направление действия силы и осью вращение то есть это получается H а здесь у силы тяжести направление действия вот оно вертикально обозначено а плечо это наикратчайшее расстояние между точкой о и этим направлением это будет очевидно равняться а разделить на 2 где а это была ширина этого бруска теперь мы можем перейти к записи уравнения решения для того чтобы опрокинуть необходимо нарушить условие равновесия а условие равновесия заключалось бы в следующем то есть F умноженное на H должно равняться если это условие равновесия должно равняться Ft умноженное на A разделить на 2 это условие равновесия а если мы хотим чтобы у нас тело опрокинулось мы должны его нарушить причем сделать так чтобы момент этой силы стал больше хотя бы чуть-чуть F на H больше силы тяжести умноженной на A на 2 это условие опрокидывания условие опрокидывания 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 так теперь посмотрим что мы можем здесь записать ну собственно надо подставить F больше чем сила тяжести а сила тяжести это получается M умножить на G умножить на A двоечка отправится у нас знаменатель и H на которую я разделил левую часть тоже отправится знаменатель получилось вот такое выражение что F должно быть больше чем вот такая дробь M здесь в данном случае G присутствует ну давайте для удобства расчетов я возьму G равна 10 а единицы измерения напишу вот такие Ньютон разделить на килограмм обратите внимание я до сих пор не сделал здесь перевода длины в метр посмотрим что у нас получается 6 килограмм 6 килограмм надо умножить на 10 разделить на килограмм умножить на 50 сантиметров разделить на 2 умножить на 75 сантиметров теперь посмотрим что у нас получается у нас сокращается сам единица измерения сантиметра 75 и 50 мы можем по 25 сократить здесь получается 2 а здесь 3 то есть сократили на 25 дальше у нас сокращается двоечка вот эта двоечка с этой сокращается тройка вот эта сокращается с шестеркой стоится 2 и получилось 2 умножить на 10 а килограммы кстати тоже сокращаются итак 2 на 10 получилось 20 20 ньютонов итак сила должна быть больше чем 20 ньютонов при этом условия брусок перевернется мы решили сами задачу то есть вот этой силы будет достаточно чтобы перевернуть брусок посмотрим условия следующая задача 25 49 описано как крепкие орешки давайте посмотрим действительно они такие крепкие масса груза 1 1 килограмм масса груза 3 2 килограмма какова масса груза 2 ну во первых нас тут немножко пытались запутать 1 2 3 а вот груза здесь у 3 2 килограмма а у 2 надо определить сколько мы не будем гадать что там 2 килограмма давайте или 3 давайте посмотрим значит рычаг покрашен вот таким контрастным способом что мы можем найти отношение плеч то есть если один участок обозначить за какую-то условную единицу тогда получается что груз 2 находится на расстоянии 2 условных единицы от оси вращения первый груз находится на расстоянии 4 условных единицы от оси вращения а третья на расстоянии 3 условных единицы давайте перейдем к оформлению этой задачи иначе иначе у нас нам необходимо найти массу второго груза массу второго груза при этом известна масса первого груза это один килограмм известна масса третьего груза это 2 килограмма и мы сделаем с вами рисунок попытаемся воспроизвести это значит у нас как мы видим на рисунке предлагают сделать такие же деления раз два три четыре пять шесть семь восемь давайте например восемь делений сделаем условно говоря разделим пополам потом еще раз каждый участок пополам и еще вот мы сделали восемь равных делений при этом вот здесь у нас как на рисунке находится ось вращения а здесь подвешены грузы вот здесь давайте обозначим точки и грузы 0 а грузы пронумерованы как на рисунке задачники 1 2 3 слева направо 1 2 3 слева направо значит здесь груз м1 здесь груз м2 здесь груз м3 значит изобразим силы действующие на на рычаг то есть нас интересуют силы действующие не на грузы а на рычаг на груз очевидно действует сила тяжести а на рычаг действует вес этих грузов то есть здесь будет действовать f1 здесь он будет действовать f2 Ну, я бы не стал делать одинаковую длину Да, какая-то разная длина Значит, и здесь какой-то Пока не будем строго относиться к масштабу рисунка, сделанного нами Решив задачу, мы увидим, каково соотношение сил Это будет понятно Решение Смотрите, если у нас было бы два груза То условия на весе заключалась бы в том, что F1 на L1 равняется F2 на L2 Здесь у нас три груза Поэтому три силы действуют У каждой силы есть свой момент При этом обратим внимание, что первая и вторая силы пытаются вращать рычаг против часовой стрелки И первая и вторая А третья сила, одна единственная, пытается вращать рычаг против часовой стрелки Так вот, условия на весе, можно на самом деле сформулировать следующим образом что сумма сил вращающих тела в другую сторону должна равняться сумме моментов сил вращающих тела в другую сторону. То есть получается следующее выражение. В данном случае это f1 умножить на l1 плюс f2 на l2 равняется f3 умножить на l3. Видите, против часовой стрелки действуют две силы, а по часовой стрелке действует одна сила Не действует, а пытается вращать рычаг в указанном направлении Дальше мы запишем здесь L через относительные единицы То есть обозначим длину одного участка за x Тогда у нас получается, что L1 будет равняться 4x, L2 будет равняться 2x и L3 будет равняться 3x Мы это запишем в условия Теперь перейдем сюда У нас получается, что 4M1 умножить на G на x M на G это сила, а 4x это плечо 4x, 4 я вынес умножителем вперед Как говорят правила хорошего тона в алгебре Далее, здесь сила F2 это M2 на G А L2 равняется 2x То есть получается 2M2G на x Понятное дело, что везде здесь произведение стоит И здесь получается 3M3G умножить на x Мы видим, что правую и левую часть можно сократить Разделить на G То есть они сократятся в правой и левой части И у нас получается уравнение Да, давайте сразу же сократим еще и на x Мы видим, что в правой и левой части везде множителем стоит еще и x Остается следующее 4M1 плюс 2M2 равняется 3M3 Вот такое выражение получилось А еще мы с вами M2 Поэтому я оставлю вот эту неизвестную личину в левой части У меня получается 2M2 равняется 3M3 минус То есть мы переносим это слагаемое в противоположную сторону И при этом меняется у него знак Минус 4M1 Ну и соответственно M2 мы должны правую и левую часть разделить на эту самую двойку Получается знак дроби То есть то, что было в правой части остается в числителе 3M3 минус 4M1 разделить на 2 Вот такое выражение Давайте теперь подставим сюда известные нам величины 3 надо умножить на 2 кг Минус 4 умножить на 1 кг Разделить на 2 У нас получается следующее выражение Здесь будет 3 на 2 это 6 И 6 минус 4 это будет 2 кг 2 кг надо разделить на 2 Двойка сокращается Получается 1 кг Замечательно мы нашли с вами массу Вот этого груза То есть получается Первый и второй груз имеют одинаковую массу А значит длина силы должна быть одинаковая То есть здесь вектора должны быть одинаковые А вот третий груз имеет массу в 2 раза больше Поэтому здесь вектор должен быть в 2 раза длиннее То есть вот такой вот какой-то 2 раза длиннее их Вот мы теперь подправили наш рисуночек Давайте мы попробуем в конце наоборот Перейти к более простым задачам Выберите правильное утверждение Единицей момента силы в системе международной В системе Си является Правильным ответом здесь является 1 ньютон на метр Это действительно так Так как сила измеряется в ньютонах А плечо в метрах И мы при вычислении момента Его перемножаем силу на плечо То есть если для физической величины формула Выглядит следующим образом То для размерности мы соответственно размерность силы Умножаем на размерность плеча И получаем такое вот выражение Дальше определите момент силы равный по модулю 40 ньютонов Плечо которое 4 сантиметра Значит здесь мы должны записать вначале формулу F умножить на L Ну а дальше L это 40 ньютонов Мы умножаем на 4 сантиметра Давайте сначала так сделаем Значит мы теперь для того чтобы ответ был в системе Си Должны от сантиметров перейти к метрам У нас получается с вами 40 ньютонов умножить на 0 0,4 Здесь запятая стоит 4 метра Так Ну и мы можем устно умножить 4 на 4 это будет 16 И здесь у нас один знак после запятой А здесь наоборот в другую сторону два знака после запятой То есть получается должно получиться 1,6 Но мы можем проверить себя перемножив этот же результат на калькуляторе То есть 40 на 4 Получается 1,6 А размерность ньютон умноженная на метр Давайте посмотрим следующую задачу На рычаг действуют две силы 10 ньютонов и 6 ньютонов Плечо каждой силы соответственно равно 24 сантиметра И 40 сантиметров Первая сила вращает рычаг по ходу часовой стрелки А вторая против хода часовой стрелки Находится рычаг в равновесии Ответ обоснуйте Значит для этого мы сделаем следующее Мы найдем Давайте вот здесь вот Сделаю иллюстрацию Плечи Ну давайте мы сделаем так Чтобы нам было визуально видно Что здесь вот первое плечо оно меньше Второе плечо оно больше А силы здесь такие Наоборот здесь сила больше F1 А здесь сила меньше F2 Как это видно по условию Чтобы выяснить условию равновесия Надо найти моменты Первой и второй силы и сравнить Если они равны То в рычаг находится равновесие M1 равняется F1 Умножить на L1 Здесь соответственно 10 ньютонов Мы умножаем на 0,24 метра То есть 2,4 ньютона Умножить на метр Ньютон умножить на метр А момент второй силы Который пытается вращать рычаг По часовой стрелке Равняется F2 Умножить на L2 И это будет 6 ньютонов Умножить на 0,4 метра 6 на 0,4 будет Снова 2,4 ньютона На метр Значит у нас получился Тот же самый Тот же самый результат Получился тот же самый результат Это означает Что рычаг находится Действительно В состоянии равновесия Давайте посмотрим Следующую задачку Рабочий удерживает Рычаг Малой массы В равновесии Прикладывая силу F На рисунке схематично Показаны силы Действующий рычаг Со стороны руки Опоры И груза Силу тяжести Действующий рычаг Не учитываем Так как его масса Малая Хорошо Мы пренебрежим Массой рычага Выполните задание Рычаг Неподвижен Значит Действие сил Направленных вниз Уравновешено Действием силы Направленной вверх Расставьте знаки Чтобы получилось Верное равенство Действительно Рычаг Не перемещается В пространстве На него Вверх действует Одна Сила А вниз Действует Две силы И вот Условие равновесия Заключается Следующим Чтобы сумма сил Направленных вверх Равнялась Суме сил Направленных вниз Вниз Действует F и P Поэтому Мы их складываем F и P Складываются И это Это должно Равняться силе Направленной вверх То есть Именно Вот если Таким образом Мы поставим Здесь знаки У нас Выполняется Условие Равенства сил Направленных В разные стороны То есть Можно сказать Что равнодействующее Равнодействующее Всех трех сил Равняется нулю Равнодействующее Всех трех сил Равняется нулю Дальше Обозначить на рисунке Точку Опоры Рычага И покажите Плечо каждой силы Действующий на рычаг Ну очевидно Что Опора рычага Это точка O Вот я ее здесь Обозначил Покажите плечо Каждой силы Значит Вот это будет Плечо L1 Силы P L1 Вот Это расстояние L2 Это плечо Второй силы А у силы Упругости Плечо Равняется нулю Ее здесь Нету Дальше Запишите Какая сила Вращает рычаг По ходу Часовой стрелки А какая против Хода Часовой стрелки Значит по ходу Часовой стрелки Вращает P А против Хода Часовой стрелки Вращает Сила F Запишите У Сойера На весе Рычага Но Оно заключается В следующем F Умноженное На L2 Равняется P Умноженное На L1 Мы решили С вами Несколько Задач Начали С простых Закончили Наоборот Более Легкими На этом Наверное Закончим С вами был Константин Евгеньевич До новых встреч До свидания Субтитры